физкульт привет друзья и ученики сегодняшнем видео я открываю серию видеороликов постепенно и пошагово которые откроют вам мои взгляды мою философию на натуральные тренировки мир всего лишь отражение иллюзий нашего сознания для меня натуральный атлет это культурист человек тренирующийся на фарме бодибилдер у каждого из них своя философия и свой путь даже цели и задачи у них разные сегодня многие упрекают майка менсера в том что он построил всю теорию и практику своей системы хэви дьюти на философии забывая что система джо вейдера также далека от науки и умалчивая или не зная того факта что философия это мать всех наук кто сомневается может полистать историю и убедиться что изначально единственной наукой была философия из которой впоследствии почковались арифметика и далее по списку люди которые по своей природе и внутреннему содержанию философы двигатели мира это генераторы мысли и и первоисточники для тех кто скептически настроен и ухмыляется слушая данные слова приведу конкретный пример математика гордость всех точных наук а кто-нибудь из вас задавался вопросом с чего начинается математика математика начинается с точки что же такое . вы будете шокированы но вот вам определение . это абстрактный объект в пространстве не имеющий никаких измеримых характеристик нулемерный объект как вы видите . понятия неопределяемая когда же мы что-то определяем то ссылаемся на что-то другое так продолжаться до бесконечности не может поэтому в математике есть понятия неопределяемые свойства которых описываются утверждениями принимаемыми без доказательств аксиомами что это как не вера . фундаментальное понятие в математике певклит определяет точку назвал ее объектом не имеющим частей в современной науке . является первичным понятием задаваемым лишь перечнем его свойств аксиомами но что господа логисты узнали на чем строится вся ваша точная наука на том чего не существует и что является всего лишь абстрактным понятием так что математика такая же философия как и сама философия и строится на чем-то неопределенном абстрактном кому мало давайте еще дадим легкое понятие нульмерного пространства которому относят точку пространство называется нульмерным если любая окрестность любого его замкнутого по множество содержит открыто замкнутую окрестность этого подножества пожалуй хватит последнее высказывание выбивает почву из-под ног просто вынося мозг за пределы черепной коробки для чего я тогда тошно это все вам расписываю во первых надеюсь что многим это интересно а во вторых чтобы настроить вас на дальнейшее восприятие моей теории философии если хотите что сделал для культуризма бодибилдинга менсер не делал еще никто до него считая самих братьев вейдеров конечно же даже великий арни с философской точки зрения немного отстает от майка менсер заставил задуматься о самой сути тренировочного процесса если арнольд затронул как никто другой экстерьер внешнюю сторону работы с железом то майк поднял вопросы интерьера внутреннюю сторону глубину этой работы вот в чем уникальность и заслуга майка он обратил наш с вами взор на то что и как и почему мы делаем насколько это научно оправдано его поступок можно сравнить с поступками и мыслями таких людей как джордана бруно сожженный на костре за свои идеи и коперник он также был предан анафеме и может сказать был сожжен за идеи противоречащие постулатам вейдеровской системы от него отвернулись все функционеры современного бодибилдинга и многие его адепты среди которых было много его близких друзей люди как стада не имеют своего мышления и понимания когда собираются в какой-то коллектив и ими управляют уже не логика и здравый смысл а постыдное стадное чувство кому интересно подробнее об этом узнать я дам ссылку в описании к видео на мою статью которая так и называется стадное чувство или пять процентов с моральной точки зрения не важно прав был менсер или нет важно что он осмелился пойти против всех пройти против системы и остался верен своим идеям выводом кто из нас с вами простых смертных способен на такой поступок я проснулся сегодня рано хотя обычно встаю не раньше девяти несмотря на то что спать лег вчера поздно около двух часов ночи но мысли с которыми я с вами делюсь не давали мне оставаться в постели не знаю что повлияло на это мое постоянное желание к развитию мои размышления на подобные темы но это не важно хочу поделиться с вами своей философии взглядами которые формировались у меня за всю мою жизнь а занимаюсь я спортом всю сознательную жизнь железом уже больше 25 лет я закончил университет на факультете физической культуры и спорта ибо всегда в жизни занимался тем к чему лежала душа культуризм для меня это в первую очередь физическая культура и натуральный настоящий тренинг а бодибилдинг это спорт и тренинг на фарме но и то и другое это безусловно в первую очередь образ жизни если вы ищете мотивацию для занятий то не мучайте свою задницу только время и силы зря потратите для дела это не нужно мотивация не нужна нужно божественное прикосновение если хотите это должно быть в крови пропитывать вас нестерпимой жаждой тренироваться и совершенствоваться до мозга костей иначе просто занимаетесь любой физической активностью для поддержания здоровья хотя скажу что культуризм подходит для этого как ничто другое до длинное получилось вступление перед основной частью никогда еще такого не было но это необходимо было возможно даже больше для меня нежели для вас надеюсь вам было интересно и вы обязательно посмотрите следующую часть ролика в которой я уже непосредственно буду говорить о своей философии подходить к натуральному тренингу не столько с теоретической а сколько с практической точки зрения не пропустите следующий ролик подпишите канала меня зовут орден бенезе я я хотела бы поблагодарить его ряда новича за субтитры подготовки чемпионата украины по бодиблину 2016 года а также за то что его знания помогли мне выйти из тяжелого периода 2015 года когда при неправильном подходе к тренировкам я был очень сильно истощен благодаря периодизации правильного подхода к тренировкам и питанию сейчас я чувствую себя прекрасно вижу изменения надеюсь что этот год вы гораздо удачнее чем ведущий увидимся на канале пока пока